Замечали ли вы, что Илон Маск очень необычный миллиардер? У него как будто есть определенная формула действий, которая позволяет воплощать самые несбыточные мечты в реальность. Есть только четыре сущности, отправившие космическую капсулу в космос и обратно. Это США, Россия, Китай и Илон Маск. Поэтому сегодня я хотел бы рассказать о пяти денежных трюках, которые можно украсть у Илона, чтобы осуществить свои самые смелые мечты. А особенно те, что касаются богатства. Только досмотрев это видео до конца, вы начнете думать как миллионеры и видеть вещи, способные приносить деньги. Приветствую на канале Заметки Миллионера. Мечтаешь разбогатеть? Тогда просто подпишись. Опасения уничтожают возможности Первым препятствием на пути к большим деньгам чаще всего становится не отсутствие таланта, а страх неудачи. К сожалению, большинство людей даже не стараются прилагать реальные усилия для достижения богатства, ведь они заранее боятся прогореть. Со стороны легко утверждать, что гений и миллиардер Илон Маск просто обладает какими-то качествами, делающими его заранее успешным человеком. Но послушайте, что он говорит об основании Тесла и SpaceX. Я был уверен, что Тесла и SpaceX потерпят неудачу. Тем не менее, вы вложили все свои деньги в эти компании. Казалось, меня ждет проигрыш. И вопрос не в том, как стать бесстрашным, а как чувствовать страх, но при этом действовать. Маск объясняет это так. Что бы я ни делал, это всегда страшно. Большие деньги, сделки, инвестиции. От этого зависит мой кошелек. Значит, в первую очередь это важно для меня. Думая о таких вещах, я преодолеваю сферу страха. В теории звучит отлично, но как это использовать на практике? Ведь у каждого из нас хотя бы раз в жизни было то, что мы считали важным, но не имели смелости преследовать это. К примеру, хобби. Оно кажется нам важным, и мы готовы уделять ему время. Хотя не каждый находит в себе мужество превратить хобби в источник дохода. Все дело в конкретике и мотивации. Трюк Илона состоит в том, чтобы создать очень конкретную картину будущего, которая зарядит вас энергией для ее реализации. Обратите внимание на то, как Маск описывает свой план клонизации Марса. Я считаю, что первоначально мы должны отправить туда небольшую теплицу с семенами в обезвоженном геле, а затем при приземлении увлажнить гель, дабы вырастить растения. Тогда общественность увидит, что жизнь возможна даже на таком расстоянии от Земли. Когда цель расплывчата, она недосягаема. Если вы просто мечтаете бросить работу и начать бизнес, страх будет непреодолим. Вместо этого создайте конкретное видение будущего. Например, я буду вставать каждое утро без будильника, посещать пляж или спортзал. Затем у меня будут деловые встречи, или я буду посвящать время развитию своего бизнеса. После чего обязательно нужно будет уделить время себе или своей семье. Чем конкретнее будут расписаны ваши планы, тем больше энергии и мотивации у вас будет для их реализации. Иногда страх может закрывать нам глаза на финансовые возможности, а особенно те, что касаются пассивного дохода. Сегодня вы можете стать частью крипто-сообщества и зарабатывать с помощью краундфандинговой NFT-платформы PUBU. В своих роликах я неоднократно упоминал о таком финансовом инструменте, как краундфандинг. Проект PUBU использует его для поддержки и запуска молодых криптопроектов. Купленная NFT-картинка – это входной билет в DAO, то есть децентрализованную автономную организацию, которая действует по правилам смарт-контрактов. У вас будет свое право голоса, а это возможность влиять на развитие PUBU и получать долю с прибыли проекта. Чем больше у вас NFT, тем значительнее ваша роль и доход. Другими словами, вы вступаете в сообщества BuDAO, которые работают над историей коллективного успеха. Каждый удачно запущенный проект или выгодно профинансированная идея смогут приносить вам стабильный пассивный заработок. Еще можно создать собственный проект, получить поддержку сообщества и финансирование от DAO. Стартовый капитал NFT-платформы PUBU на сегодня составляет 4000 токенов SOL в долларах примерно 360 тысяч. Такие цифры говорят о хорошем старте. Тем более проект уже поддержали некоторые крупные инфлюенсеры, а также фонд из Эмиратов. Не поддавайтесь страху в очередной раз, вы можете получать пассивный доход уже сегодня. Больше информации про платформу PUBU по ссылкам в описании. А чтобы попасть в белый список и получить бесплатный SOL, переходите в дискорд проекта. Любые ограничения нужно ставить под сомнение. Тот факт, что от богатого человека нас отличает всегда одна мелочь, определенно кажется забавным. Хотя чаще всего мы даже не задумываемся о различиях. Как часто люди вообще склонны задавать вопросы? А ведь именно это является следующим трюком Илона Маска. Наблюдая за работой НАСА, Илон обнаружил, что ракеты, запускаемые в космос, стоят баснословных денег. При этом они запускаются всего один раз. Тогда он задался вопросом, а должно ли так быть? После чего он приступил к разработке многоразовых ракет. Его затея на сегодняшний день принесла ему не только звание главного покорителя космоса, но и многомиллиардные доходы. И все это благодаря одному вопросу, который поставил под сомнение работу тысячи специалистов. По сути, сомнение – это инструмент, позволяющий нам найти решения, которые никто не видит. Думать не так, как миллионы других людей. Возьмите на вооружение, что ограничения, которые даны вам, гарантированно будут в некоторой степени ошибочными, утверждает Маск. Скажем, вы уверены, что не имеете времени для создания бизнеса или реализации денежной идеи, потому что весь день проводите на работе. Но так ли это на самом деле? Все ли время вы используете качественно и эффективно? Возможно, вы могли бы уделять 20-30 минут другим задачам – саморазвитию или самореализации, созданию бизнеса или небольшой подработке. Также можно рассмотреть и вопрос экономии. Вы уверены, что в этом месяце денег отложить не удастся. Но так ли это на самом деле? Попробуйте положить в копилку мелочь со сдач в магазине. Такое действие будет незначительным на первый взгляд, но по факту это заложит фундамент для выработки привычки откладывать лишние деньги, благодаря которой через пару месяцев сумма отложений может значительно увеличиться. Ориентация успеха Большинство людей сосредоточены на себе и на том, что они получают от работы, которые, по иронии судьбы, снижают их ценность, регулируя заработную плату. В то же время Илон Маск стал безумно богатым, потому что был сосредоточен на создании продукта. «На самом деле компания – это лишь группа людей, которые собираются для создания ценной услуги или изделия», – утверждает Маск. Ментальная ориентация на создание ценности на деле оказывается куда выгоднее, чем работа ради денег. Это касается не только бизнеса. Мечтая о карьере рок-музыканта, нужно сосредоточиться над хитом, который зацепит слушателя. Задумываясь о карьере высокооплачиваемого сотрудника, стоит первоначально ориентироваться на успех всего предприятия, где вы работаете. Главные приоритеты Еще один трюк, который помог Илону разбогатеть – это создание глобального приоритета. Когда его спросили, почему он не запатентовал разработку автомобилей, Маск ответил, «Создавая портфель патентов, мы не думали о конкурентах. Наша миссия состоит не в том, чтобы стать лидерами рынка. Мы боремся с глобальным потеплением». Основной приоритет – это рамки, которые помогают нам двигаться в нужном направлении. Когда его нет, мы находимся в хаосе, стараемся ухватиться за множество возможностей, строим несовместимые планы и в итоге добиваемся скомканного результата. Любой процесс становится проще, когда его систематизируют, а в центре любой системы должна быть миссия. Зачем и к чему это приведет? – констатирует Маск. Мечтая о больших деньгах, в первую очередь подумайте, зачем они вам и что вы будете с ними делать. Возможно, пока вы не располагаете миллионами, нужно изучить инструменты, которые помогут правильно воспользоваться ими в будущем. К тому же такая подготовка может подтолкнуть вас к созданию состояния в настоящем. Будущие миллионеры, пишите в комментариях, как бы вы распоряжались деньгами, будучи на месте Илона Маска. Помните, что самые интересные комменты окажутся в следующем видео. Видимый спектр человека Самое интересное в Илоне Маске – это его личность. Он очень открытый человек, который не боится быть самим собой. Маск не думает о том, как понравиться общественности, как угодить инвесторам или бизнес-партнерам. Он верен только самому себе. Мы же чаще всего склонны показывать только хорошую часть себя, угождать общественному мнению и редко способны идти против системы, поддавая сомнениям ее ценности. В такой мелочи чаще всего и скрываются большие деньги. Этим обычный человек отличается от богатого гения. Единственное важно помнить, что несмотря на возраст, страну и условия жизни, все остается в наших руках. Начните меняться, используя денежные трюки Илона Маска, и богатство гарантированно станет ближе. А если вы считаете, что советы Илона в нашей стране неприменимы, то как раз для вас в прошлом видео я раскрыл секреты богатства легендарного бизнесмена Маргулана Симсомбаева. Ролик уже на вашем экране, вам остается только нажать на него. Так что не переключайтесь. С вами были заметки миллионера. Ты станешь богаче.